Ну что, время Катон у нас вышло. Насколько я понимаю, несколько команд, которые полностью уже сумели закончить проект, кто-то частично, надеюсь, все проекты и все группы представят свои проекты, несмотря на те проблемы, с которыми вы встретились. Если возникли какие-то проблемы, были разные проблемы, пожалуйста, четко говорите, какие проблемы, из-за чего у вас не получилось, что есть опыт, оно планировалось. Еще раз напоминаю, что оценка будет производиться по трем критериям. Это законченность приложения, инвестиционная сложность и интересы функционала и качество UI и визуального управления. Презентации у нас всех проектов идут согласно списку регистрации. Во время презентации вы можете использовать либо свой лаптоп, либо дайте просто флешку с этого будем показывать. Можно, соответственно, демонстрацию устраивать прямо с девайса, если есть желание. Ну, собственно, я думаю, правила все уже вчера тренировались вместе на промежуточном. Итак, тогда вызываем первую группу, Кирилл и... Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Я хочу писать предложение кардежурнала. Кардежурнал – это предложение для гипертоников, но не только. Для всех людей, кому необходимо записывать показания тонометра. Это такая очень частая практика. Врачи просят ввести в журнал, в локот, в дневник для того, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Прочем, просят это не только, собственно, людей с проблемами давления, а достаточно частый, косвенный такой симптом. Что, собственно, необходимо людям в этом случае? Они записывают, вот измерили давление, записывают на бумажку. Бумажка сейчас потеряет спорция, отдашь ее врачу, она все с концами. Ты ее больше никогда не видишь, она тебе может потом пригодиться. То есть, вообще, в принципе, лень искать бумажку, ручку, что-то там еще. Ну, лень сейчас, я люблю все сделать. Но телефон, он всегда под рукой, да, его достал, записал, положил, все, никогда не забудешь. Собственно, об актуальности проблем хочется сказать. То есть, вообще, что это не вот там пара-тройка больных и все. Это основная причина смертности. Люди чаще всего умирают именно из сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, страдающих и больных им очень-очень много. Особенно, начиная с этого людей в возрасте от 35 лет, там, уже больше 50% статистики начинает страдать подобными заболеваниями. Вот. То есть, изначально у нас было приложение на Android, написанное, нативное, на Java. Вот. И, ну, мы его выложили в маркетинге так давно, а теперь хочется написать аналог, захотелось, на Tizen. Впоследствии все это задумить как бы в один сервис. То есть, что было у нас на Android? Собственно, отталкиваясь от ошибок этого приложения, в том числе интерфейсных, вот хотелось написать это. То есть, достаточно яркое, позитивное, но слишком отвлекающее, вот элементы яркие. То есть, поразмыслив вообще на этом. Тем целом, переработав концепцию интерфейс, может следующий. На Tizen захотелось сделать нечто такое. Во-первых, убрать все дико яркие хидры, значки, которые, ну, просто отвлекают внимание от контента, собственно. Ну, и от контента, а от записи, которую вы ведете. Сделать хотелось вообще интерфейс легче, визуально как-то проще и не таким загоможденным. Например, вот такая самая популярная кнопка приложения, это кнопка «плюс» или «добавить запись». Ее, ну, фактически каждый раз, когда вызывают приложение, нажимают ее. Вот в Android, соответственно, гайдбайном, она находится справа сверху, полоски в хидре. Так вот надо делать, и так делать вроде бы хорошо. Но самое такое место у всех смартфонов, это вот не верхний край, куда натянутся уже другой рукой. Особенно, учитывая, что сейчас телефоны большие становятся очень. Самое удобное место – это снизу. То есть вот, графики, такая вспомогательная информация. Никто из пользователей вот особо не сидит, не анализирует то, что там на телефончике видят графику. Он нужен вот, картинку показать, что примерно происходит. Все было решено вынести в хидр приложение. То есть оно вроде бы, вот оно есть, но оно не мешает. И убраны все цифры, все вот, что, в принципе, не особо нужно, да, в облегчующий интерфейс. Самый яркий элемент – это вот сердечки, собственно, их цвет информирует о том, какое показание – это давление, повышенное, пониженное, там, нормальное. То есть красное – повышенное, синее, пониженное, зеленое – нормально. Данные, ну, данные до сравнения взяты, ну, официальные возрастные данные, по-моему, за девятый год. Вот. То есть самое такое яркое – это вот именно ваши записи. В добавлении, например, на экране мы решили отказаться от всяких таких красивых вещей, как барабаны, например, мы делали на андроиде. Причина в том, что, хоть это, ну, вроде бы, для тех, кто часто пользует телефон, очевидная такая штука, но уйти его, там, или добавляй. В большинстве случаев люди, ну, не понимают, что это такое, пишут жалобы, там, всё перестало работать, верните, как было, я не могу ввести циферку. То есть просто самое очевидное – это поле для ввода, цифературу появляется, добавляешь. Ну, выбор времени был выбор стандартный, тайзеновский, в общем-то говоря, достаточно симпатичный, удобный минималистично. А цвет сердечек это что? Цвет сердечек, говорю, красный повышен, зеленый – нормальный, синий – пониженный, там… Ну, просто вот, у вас есть конкретные цифры, которые можно сравнивать. Ну, это пониженный, я думаю, крупный, а пониженный будет. Я пониженный. Ну, это, так уж, тестовое значение Мигалтер получилось-то. К сожалению, тестер не дожил. Ну, иконку сказано было сделать круглой, то есть иконка на андроиде слева, иконка для тайзена справа. Так как интерфейс в целом претерпел изменения, то есть более яркие элементы на светлом фоне, то есть, собственно, и цвета инвертируются. Ну, вот. Делать что? Дальше можно? Вот, что, собственно, будет сделать? Во-первых, переработан интерфейс сделан более удобно и соответствующий, как мне кажется, Гайклайд-наторит, но все-таки постарался. Валидация данных, проверка, чтобы не было возможности вести что-то неправильное хранение, и, ну, базовый анализ. Перспектива? Ну, в общем, да, вот. Использование технологии. Использовался, в случае дохранения данных использовался с full-life. И библиотека, оберточку охотнивая, HTML5, SQL, ну, это SQL, просто для удобства и простоты использования. SQL Mobile и для вывода графиков D-graph. Перспектива развития, какие у приложения? Это расширение функциональности, так или иначе, добавление постепенное. Встраивание аналитики, то есть как пришли к выводу после публикации на Google Play и приложения для Android, оно меняет некоторые взгляды в том, как используют приложение, что наиболее популярно. Ну и развитие сервиса. То есть в планах, вообще говоря, эти клиенты должны связываться с некоторым сервисным приложением, которое делает детальный анализ на основе не только вот того, что вы вводите, информации о погоде, там, возраст, там, вес, пол и так далее. И даёт уже рекомендацию такую, не вот повышенная, пониженная, динамика улучшается, улучшается, стоит ли идти к врачу. То есть как вот уже спрашивали, на самом деле это не вот, всё, ты болен, никаких возражений. То есть приложение будет выдавать исключительную рекомендацию, на него основываться нельзя, иначе придётся проходить, там, буквально сертификацию, может быть. Собственно, всё. Хотел бы сказать о трудностях. То есть для меня, не знаю, скриптовые языки, в принципе, разметка, всё вот это вот было новым после строгих языков. Несколько, ну, трудно переходить, наверное. Были какие-то трудности совершенно, кажется, очевидными моментами. Очень много с разметки, спасибо, что помогали. Собственно, всё. Павел, ты вот вначале говорил давно, что можно вывать эти данные, допустим, для себя влече, что не врачу получается. А у меня вот вопрос, почему, да, если у тебя, допустим, 200 красных иконок, там нет кнопки, там, вызывай там врача на полную большую красную кнопку. Ну, если ты таким плохим давлением внезапно его ввёл, там, не знаю, там, по-дисто шестьдесят, то что-то. То есть это просто 200, когда без какого-то экшна, чтобы связаться там с прочём-либо, на сферданной, там, либо ещё что-то. Ну, мы об этом говорили. Думались, то есть если ты уже ввёл, ну, показатели достаточно большие, значит, не настолько плохо, что тебе прямо вот этиксы надо врача вызывать. Если тебе вообще в голову пришло в таком состоянии приложение достать и записать туда что-то, то, на самом деле, всё более-менее нормально. Там же красненькое, у всех людей по-разному, то есть для маленькой девочки, я уже говорил, там, у которой среднее давление сто там, а восемьдесят, если у неё будет что-то такое вот, ну, для большого дяди, вот оно будет пониженным. То есть он уже не должен каждый раз смотреть, господи, надо врача вызвать, там, потому что у меня высокое относительно маленькой девочки давление. То есть и именно плохое самочувствие, оно не всегда зависит от давления. Есть такое понятие кризис, когда тебе именно плохо от этого давления. У меня вот среднее, ну, просто, вообще, около 140, и мне вообще нормально ходить. А в среднем человеке, например, будет почитаться повышенным, и кому-то станет плохо вообще. Вот. Поэтому нет смысла в этом. К тому же потребует, в случае с андроидом, например, точно дополнительных разрешений, там, на связь, ещё на что-то, а это понижает, как мы уже заметили, ну, скачиваемость. Люди смотрят, чем больше разрешений требуется, особенно таких, типа, связь интернет-смс, тем меньше выкачают. Ну, да. Но суть считается то же самое, потребуется дополнительное разрешение. Ну, у тебя, поэтому, у меня есть идея. Вообще идея для отдельного проекта. Такой связи мы решили отказаться. Такой проект есть, в этом моде. Не один. Красные кнопки. Ред-алерт. У вас на прошлом слайде было написано 6 функциональностей. Вы сказали добавить, а что добавить? Ну, вот такие моменты. Во-первых, экспорт по врачу. То есть нужно сформировать большой такой целлюбский документ, в котором будет по умолчанию куча всего, что врачи там в рутюре сами делают. Считание коэффициентов и так далее. То есть приложения смысла в этом вообще нет, если ты не врач. А телефон врачу отдавать не будешь. То есть вот этот вот самый документ достаточно долго делать, он мог занять весь хакатон. То есть нам надо найти все эти формулы, поэтому он в отдельный идёт. Также нам часто предлагают, что можно добавить сюда. То есть это в андроиде это зона напоминания измерить давление. Просто всем ленься и забывают, ну, не надо налогу встроить. Вот. Вот такие основные моменты. Всё остальное уже резышество, на самом деле, но они добавляются по мере, кто как просит. Чего-то как постоянно просит, на самом деле. А вы же говорите, что мы так давно уже плейдмахом продали там? Да. Ну, больше поигуга. И если вы себе с чем занимаетесь, сколько скачивают? Собственно, у нас всё это, наверное, дальше есть, можно вот там. После есть пассивы уже. А, пусть пассива? Ага. Бонусные материалы. А, наразор можно? Вот. Вверху, собственно, статистика есть такая вот. 930, сколько устройств на данный момент используют? То есть 2255, это сколько человек вообще скачивало. Статистики, если, как я говорил, брать совсем, посмотрели аналитику, используют ещё меньше. Точнее, вот все эти 900 примерно, они как-то входят в приложение, видно, все возвраты есть. А именно использование, ну, прикинули, реально заводит, там, вот правильно, чтобы помного, человек 100-200. Ну, потенциал, на самом деле, хорош, потому что у нас есть Влад Рожидарь, тоже в Google Play, но он, правда, уже где-то год. Там 200 тысяч. А, это, в случае, не черники такое предложение? Ну, там есть черники. Нет, внешне все темы. Нет, не все темы. Тема, на самом деле, популярная, но у нас вот распространений вообще никакого не было. Мы всё, что делали, это пару групп в контакте медицинских написали, там, вот, у нас замечательное ресурсное предложение. Вот. Ну, с, так, как сказать, органическим ростом. Когда первый будет, если будет первый, то шансы очень хорошие. Плохие отзывы вообще. Плохие отзывы были. Чаще плохие отзывы от непонимания, либо вот этих вот барабанщиков, как ими пользоваться, или, ну, нас порадует вообще, вот, мне всё нравится, идеальное предложение, и оценка 3. То есть, как-то... Может, промахнулось. Ну, не знаю. То есть, прямо, чтобы совсем плохо, никто ничего не говорит, жалует, только когда что-то после обновления отваливается. Был один раз. Как это всё будет приложить? А, вот, посмотрите, собственно, можно работать приложение? Да, конечно. Сверху график для верхнего и нижнего давления. Снизу, по-донятному столу. Показания. Так, можно добавить, нажать, собственно... Сейчас... Давай, мне кажется... О-о-о, всё, хорошо. Сейчас всё будет. Сейчас всё будет. Номчик снизу добавить. Так, она нажала с несколько полей в лоды, которые можно вести. И клавиатура, собственно, открыта для ввода. Кучу два экрана. Цифровая клавиатура, да? Цифровая, да. И документария, ну, буквенная. В принципе, у меня всё равно происходит. Даже если кто-то внезапно введёт бух, и к кубу, они не зачтутся. Вдруг, как-то. Ну, здесь есть специя от стороны просто. Он выключен. Ну, в общем, примерно видно на скриншотах было, что оно из себя представляет. Вот, тут не так много чего на что можно смотреть. Ну, давайте что-нибудь добавим, что ли, там... Я держу. 100 на 4. Классу 23 на 4 будет. На 4? На 1. На 1. Ну, ладно. Собственно, запись софтируется по времени. А, то есть сверху более новая? Сверху более новая по времени, а не добавлению. Там можно указать время. Я бы вчера добавлял, а оно будет внизу. А зелёный график — это график пульса? Зелёный график — это верхнее давление, синий — это нижний. Для тех не позволяет изменять цвет. А верхний и нижний? И давление, я понял. А соответственно... Пульс и его границ, я всегда был нужен в таком случае. Они обычно зависят от спортсменов всяких нужных, которые встали. Время тренировок просто человек обычный. Не очень. В андроиде добавляли такие графики, но они вообще ни о чём не говорят, никому не будут смотреть. Собственно, вот. А вот вопрос, а как у вас с поддержкой жестов? Какие там жесты добавить? Я не знаю, просто интересно. Ну, список скроллится, если записи много. А так... Для вау-эффекта нечего добавить. Да, да, да. Вообще есть, по крайней мере, Amron есть. У них несколько... Ну, такие линейки, в общем, есть. А у вас там можно по блютусу работать. Всё работает по блютусу. Есть. Ну, модные, наверное, все как-нибудь видели. Айпайбрэш что? Айпайбрэш что? В общем, такой яблочный выглядит внешне. Они косят специалистику Apple. Раньше для айфона, а теперь для Android. Жутко дорогой тонометр. Но проблема в чём? У всех производителей, конечно, есть там какое-то устройство, но стандарта какого-то нет. И получается, если придётся делать поддержку, ну, прям, записи его померят. Пришло на телефон. Придётся делать поддержку для каждого телефона... Ну, для каждого тонометра. То есть есть приложения на Android тоже. Они что-то такое делают, смотришь у них список. Они там прям полотнище кода под каждый... Под каждый тонометр-то делаешь. Слишком дорого, сложно... Я видел какое-то приложение есть, которое... Не давление, а пульс мерит... По камере, да. Камерой и этим. Можно, но... Но это бесполезно. Нет, здесь оно не нужно. Здесь именно записи стонометра. Не просто там подряд записывают. Есть такие вот агрегаты, которые всё по здоровью пишут. Здесь именно вот с стонометром. Максимально быстро просто добавить. Ну что там, не убирать никаких пунктов. Ну да-да-да. Ввёл, добавил, забыл. Ещё вопросы? Комментарии? Есть какие-то вопросы? Тогда просьба не забывать делать. Вас поздравляем с успешным прохождением. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. Теперь переходим к следующей работе. Надеюсь, нас очень сильно порадует. Прямо предварительная была весёлая презентация. Проект, напоминаю, вне конкурса. Это КОФИН РЕЙС. Гонка на гробах. Один вариант. Другой. Загони гробик в могилку. Ну, собственно, Закирина и Марк. Всем привет. В общем, у нас прогресс, скорее, как регресс пошёл. Потому что идей было очень много. Хороших идей среди них было тоже довольно существенная доля. Но, к сожалению, вы изначально стали на неверный путь костылей хардкорда. И, в общем, это всё дело не то чтобы обвалилось, но опасно накренилось. То есть там появились какие-то совсем странные баги, когда я пытался прикрутить. Там отражение стенок более-менее внятное. Ну и весь этот фарш, в общем, мы решили, что там только, в общем, жечь. Другого варианта нет. Мы спросили у ребят, которые делают минус пять, какой держок они использовали. И решили посмотреть в эту сторону. Ну, то есть решили это минут за... Тридцать. Да, за тридцать до начала. То есть, как бы, правильно и по-умному надо было начинать именно с этого. То есть не изобретать велосипед вообще никогда, ни в коем случае, а взять движок, который всё это уже делал умеет делать, и делать на нём. Получится маркет. Велосипед с движком. Так что, к сожалению, нам нечем вас порадовать, но будем надеяться, что мы договоряем. Там то, что это работает? Нет, там работает то же самое, что и вчера. Картинка другая. Только фон вставили и, собственно говоря, всё. То есть там проблемы с тем, что Марс, так как он мозг нашего проекта, ну, как бы, ну, мы завалились на... ...процессы. То есть у нас залипает фигура к границам, то есть она не отталкивается, и её обратно магнитом тянет. Граб получился не упругий, но клеящийся. Ну, да, 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 да. Там в бутилетграде складбище. Торсионные поля вокруг него росли. Запахло антинаукой. Мы решили остановиться, пока мы не объявили. Так что, вот, в общем, какие фигурали, на которые мы наступили, призываем вас, в общем, лучше погуглить больше на 30 минут, подумать. Это лучше 40. Что будет? Вопросы? Ну, всё-таки интересно, почему изначально не было вот дан движок, какой-нибудь готовый. Не понятно, что разработка движка, без разработки игры, это огромный, конечно, выгодно. Но это основная проблема. То есть все компании, когда делаешь от игры, они просто берут движок и на него свет накручивает. Да. Ну, насколько мы не компания, решили это делать в поезде, у нас там, во-первых, не было интернета. Во-вторых, мы подумали, ну, довольно промечиво, и мы сейчас это быстро сделали. Он на нас насел этот уже много раз упоминаемый наш принственный покутчик со своим миллионом идей. И, в общем, процесс разработки сделал очень странную фигуру. То есть желания попробовать самим написать движок не было? Нет, такого желания... Вообще, на самом деле, вы могли просто сказать, что мы, например, разработаем движок по Тайзен для того, чтобы люди могли быстро писать там игры. Этих движков по Тайзен, благо, уже есть много, и люди могут быстро писать игры. Они сделали две задачи. Все поставили две задачи. Разработка самой игры, разработка... Нет, ну просто, ну как бы, нет, нормально. Мне кажется, что конкретно для этого приложения можно было написать вот физику. Ну, надо было просто четко поставить цепочку. Либо мы делаем движок, либо мы берем бомбс 2D и у нас все работает. Что-то, либо мухи, либо котлетки. Ну, неправильно. Ну, что поделать, да. Вот рецептный результат уже результат. Да. Ну, отрицательный. Все. Вопросы какие-то? Да. Доделывать. Уйдите. Ну, попробуем. Да. Ну, в моих планах, да. То есть, сторона появится? Ну, я надеюсь, мы уже, ну, как сказал Марк, мы с ребятами из минус 5 уже даже списались по e-mail, не то что договорились. В основном они нам отправили часть своей работы, ну, посмотреть, ну, покопаться. Так что я надеюсь. Вы, главное, потом вот это вот свое обещанское приложение, если отправить кому-то покопаться, это может быть очень неоднозначно. Ну, а у вас полный у вас на ночной поезде, да? То есть, вы в ночном поезде встретили человека с числовищем? Ха-ха-ха. Ладно, нет, на самом деле, кстати, это, может перейти на движок YOYA Games и в конкурс YOYA Games в поучаствовать. Проходит конкурс YOYA Games для Таня. А я слышала, я только додок, но он до 30 января, что ли? Да, до 31 января, по-моему. То есть, там время есть, так сказать, порвать всех веселой графикой. Отлично. Ну, хорошо. Попробуем. Просто идея есть, реализации нет, поэтому надо реализовать. На второй такой идее не появится. Все. Ура. Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, переходим тогда к третьему проекту. У нас жюри отдохнуло. Снова надо внимательнее смотреть. Проект будет писать Андрей и Роман. Это проект минус пять. Вам нужно что-то... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще раз, нет? Повторюсь, мы делаем игру про спетбол. Называется минус пять. Цель игры... Цель игры — запить мяч с определенной позиции на площадке. Играем соперником. Если вы забиваете, а ваш соперник не забивает, ему начиняется минус одного очка. Кто набирает минус пять, тот проиграл. В принципе, мы сделаем, что думаем, да? Ходить было классно, ходить было весело. Начнем, наверное, на языке минусов предложения. Ну да, начнем с минусов, потому что... Ну, потом плюсы все лучше было звучать. Первый минус — это... Мы в конце разработки решили добавить звуки, что было интересно. Звуки чеканки, удары о кольцо, о щит. Ну, вот такие вот всякие. Мы добавили, реализовали, все это заработало, но немножечко тормезило. Ну, когда мы это все в отдельный релиз выпустили, у нас два приложения со звуками и без звуков есть. А, а ум все еще можно было сделать? Можно было, но... Но все равно там, ну да. Ну, мы решили, что быстрее просто билдить за час по презентации. Ну, выход — это все только рефакторить код и, возможно, гибридно внетив звуки перебросить. Но это позже. Без звука все работает вообще очень здорово. То есть вот этот релиз, который со звуками? Да, со звуками. Да, если прислушаться, то там релиз. Звуки на ней немножечко тормезируют. Попал. А и при этом он оттягивается, вот как мы и говорили теперь. Он вот так оттягивается, по-моему. А, да. А это релиз без звуков. Цвета у нас другие. Ну, да, сейчас это, кстати. Вот сюда к камере потом поднеси. Посмотрим, какие там все. Ну, ланцы там отдельно посмотрим. О, кстати. Ну да, было хорошо. Можно всякий случай и показывать в этом самом эмуляторе, а потом просто показать, что оно... Ну, нет, в эмуляторе, наверное, вот это будет как-то немножко все-таки помедленнее работать, да? Да. Ну, как вчера. Вот. Немножко. Вот. Ну, что еще там? Мы использовали UI Builder. Смотрите, про минус. Он нам не понравился. Мы его будем переписывать, потому что там очень много хлам. А вы UI Builder будете переписывать? Нет, мы будем переписывать ту часть, которая была написана на помощь UI Builder. А что с его помощью было сделано? Вот менюшка. Менюшка. Что клевое. Что получилось и работает вообще. Мы сделали три режима игры. Режим против компьютера игры. Режим с соседом по парте. Режим с человеком. И тренировочный режим. То есть, там мячики на площадке рандомно создаются в рандомных местах. И дается шесть секунд на бросок. Ну, просто тренироваться что-то будет. Ну, оказалось не так легко по принципу. А вообще, сколько времени на бросок? В любом случае шесть секунд? Нет. Шесть секунд в тренировочном и семь секунд в... Ну, это большой бонус. Императивно подбирались на самом битве. Возможно, это поменяется. Чуть не жестко. Ну, дальше реализована физика помощью бокс 2D. В принципе, вроде все выглядит как очень близко к настоящей реальности. Ну, если не считать, что там мультяшное все. Скорее, с свободного падения, отстоки все классно. Ну и сделаны два скина площадок задних фонов. Пока нет у нас минимум пункта настройки. Поэтому при входе в игровый режим, они просто рандомно выбираются один из них. Они отличаются только внешне. Пока что. То есть, нет каких-то отличий, препятствий и прочее. Но это мы хотим сделать. В принципе, в будущем мы хотим добавить возможность пользоваться файлов, ну, просто человеку, добавлять свой собственный скин. Картинку, да? Да, картинку. эти вот откуда взяли? О, да. Было хорошо. Ну ладно. А где вы эти картинки взяли? Что за картинки взяли? Ну, мы из гугла немножечко делали. Ну, это фотография на самом деле. То, что на фоне, это фотография. Дальше. Что еще? Ведется счет. Соответственно, то есть, у нас есть пакина. Там все есть счет. Ну, где эти травы могут быть. Соответственно, то есть, там, ну, минус. То есть... Подкажите телефон просто вот так. Ну, да, давайте покажем. Мы можем, на самом деле, да, просто пока рассказываем, чтобы все... То есть, у нас сюда есть выучивствовавшие сообщения, которые там показывают, допустим, количество людей, 5-2, там, мультимультикоперамичные. То есть, если серия ударов, ну, подряд, то есть, я соперник, я соперник, я соперник. Сосредо забивает, потому что он, ну, выбрасывает сообщение о том, что, ну, сколько классно вообще. Два раза подряд забили, или пять раз подряд забили, там, десять раз подряд забили. Комбо. Об этом все. Да, что вроде бомбо. Потом, если без касаний о кольцо забито, то он тоже об этом... Как бы... Как бы... Это вообще у вас реально сделать так? Это реально сделать без касания кольца? Создать прямо от кольца. А, понятно. Не, ну, так реально, так и компьютер бывает забивает. Вот. Потом, ну, и там, прочее, сплавки, типа, очередность, плеер один, плеер два, компьютер и так далее. Проработан искусственный интеллект, немножечко, то есть он ведет себя более-менее как человек, то попадает, то не попадает. Вот. Пока уровни сложности не делали, но это будет следующих версиях. А, каким параметрами определяется траектория метчика, по которому кидает компьютер? Изначально задается Y и X скоростью. Угу. Вектор, вектор направления, да? Нет, нет, именно Y и Y скорость, и X скорость. А, то есть вектор скорости стартовой задается. Да. Вот. Дальше мы вчера прислушались к пожеланию, мы убрали потолок, и так далее. Он теперь влетает вверх, и там, ну, тенюшечка снизу, которая показывает. Ну, можно влетать. Смотреть будет потом. Нам потолок нравится. Мы, как бы, как бы... Ну, если со звуком его оставили. Сделайте просто чек-бокс. Нет, мы сделаем просто разные карты, и на них будут, ну, там, надо просто фон поменять, то есть, если сзади, например, то потолок есть. А можно вообще препятствия, смотрите. Да, да, препятствия. Ну, вот это, причем тактические или динамические, которые нельзя подвинуть. Ну, да, и там, вот чем больше... Кстати, можно сделать этот, действительно уровни, как их упорядочить, послужить. Да, круто. Так, сделаем еще. Ну, в общем, по факту, ну, делать. То есть это, наверное, уже не прототип, это более-менее готовое приложение. Ну, нужен дебаг, немножко тестинг, и скоро в будущем будем выпадывать в Tizen Store. Так, что мы, повторюсь, что хотели сделать в следующих ревизах, это разные уровни искусственного интеллекта. Мы хотим сделать искусственный интеллект, чтобы, ну, можно было выбрать режим, когда он будет подстраиваться под человек, то есть просто статистика будет вестись, сколько раз я попал, сколько промахнулся, и от этого будет вести уровень искусственного интеллекта. если человек часто слабо падает, то искусственный интеллект стал получен. Вот, карты, текстуры, и разобраться с аудио. Возможно, мы будем, перепишем, так как на C++ есть логовая тоже. Апи у них очень похожие. Как Вы сейчас аудио воспроизводите? Через два файта. Нет, а чем? Через просто new audio и там play. Вот, ну просто, может Вам достаточно будет переписать именно воспроизведение аудио. Да, мы это будем сначала. Потому что тут будет проще. То есть, что сделает быстрее работу, то и останется. Ну, просто смотрите, здесь вот готовое решение, которое Ренат рассказывал. Это просто воспроизведение аудио можно сделать через нативную службу. И, скорее всего, у Вас это будет уже нормально, достаточно быстро. Либо попробуйте еще Web Audio API, который тоже будет работать быстрее, чем Tech Audio. То есть он предварительно загружаете там в него файлики, они же у Вас небольшие от сети ванки, да? Вот. Вы загружаете их предварительно, потом просто вызываете play такой-то файл, и он там хоть одновременно их может все воспроизводить, и это тоже будет работать быстрее. Есть даже пример в BuzzDK. Даже с эффектом немножко не успели задать. Ну, это даже не планирование, на самом деле. Но сделаем. Ну, вот, то есть, по факту, наверное, результаты закончены. Рокенролл. Вопросы? Да, пара вопросов. Я видел, Вы добавили тей. Для... Да. Это очень круто. И... А как работает искусственный интеллект? Просто очень интересно. Вопросы? Ну, на самом деле... Нет, девчонки нарисовали, да? Нет, есть уже рисунок, в силу, 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 в силу. Они Stars Pe .. Ну, по силе не нужны. Вот. Мы стараемся выпасть в центре . Низу я бы там оперативно получилось. Просто строятся параболами . на определенный и по физически по формулам вычисляется что нужно вверх скорости задать для того чтобы оно попало сюда и дальше оно немножечко с помощью масс рандома изменяется что как будто он немножко косячит и летит и с помощью вот этого масса можно сделать чтобы он или сильно косячил или вообще всегда попадал в принципе потом я так уже начал но это не получилось пока хочется сделать чтобы он выбирал или вот так или со скобом разница не очень большая просто там высекается парабола со скоком это вот такой финт компьютер финтит да 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 это не дописано но в принципе это это как так так следующее проект это это xmpp client это Александр Светлана который показывает идея была озвучена на представлении проекта там же были озвучены причины по которым была выбрана нативная разработка была выбрана тернистая дорога написания своей библиотеки по работе с xmpp и результат этого печален потому что все уперлось как бы либо мои кривые руки либо кривые руки разработчиков API на один приложение потому что я вот прямо сейчас могу показать как при гонке из одних данных из одного формата данных в другой формат данных банального чара стандартными средствами кодингами вот мы получаем совершенно разные вещи вот поскольку как бы протокол ну сейчас завязанная проблема оказалась в антификации потому что была выбрана антификация по методу digest nr5 и этот антификация предполагает получение некоторого ключевого слова с сервера которое приходит получается и участвование этого ключевого сервера в формировании обратной ключевой фразы и эта ключевая фраза она грубо говоря прогоняется через нескольких итераций создание md5 суммы ожидается мд5 преобразование ее в 2x ну грубо говоря считаемые 2x и расположение с киндстроками опять это загонение мд5 и опять ссылка конечно это все высылается в B64 поскольку как бы все смотрелось написание библиотеки у нас из UE это только голые формочки которые работают и вот основная наше творение ожидается иконочка где она сейчас она на сферизируется она такая иконочка она tj сферизируется и распрашивается это протокол xmp ну xmp собственно вот значит у нас у нас у нас ну собственно вот оно положение да высокая область библиотеки была по боку и здесь увидите что происходит мы можем увидеть на блоге вот собственно говоря побежали пакетики ну здесь что можно видеть это то что соответственно вот наши исходящие пакеты это то что мы ну вот мы посылаем собственно говоря приглашение к серверу а сервер нам отвлекается говорит давай позолтаем он говорит что мы умнее мы говорим хорошо мы используем дайджест мт5 он посылает нам ту самую ключевую фразу мы пытаемся ответить и поступает самое интересное насколько если мы возьмем эту сумму вот вот попробуем посмотреть а что на самом деле у нас отсылается в таком вот браузере вот мы увидим то что вот здесь отъявляются битые символы вот эта строка сформирована неправильно это все получилось благодаря использованию стандартной функции оси под раски пророк также пробовал латино-одина ски латино-одина получается не то же самое то есть надо разбираться что там не так ну поскольку вот если мы откроем допустим что вот здесь у нас было я скидываю не буду показывать там все нормально данные как только они проходят мы пытаемся передать их в бульфер которые нужно все вы видите что начались коррекции и соответственно цель отреживается вот вот можете подготовить такой большой футболик списания тех проблем которые вы как вы видите в чем проблема общая проблема в том что ну насколько я понял как я мог понять что как бы архитекторы этого нативного нативного копия они мне кажется вы располагали что такие вещи они будут делаться на низком уровне с языка с плюс плюс ну в данном случае я использую антимулятор поскольку с интерфейса у нас все приходит в классы которые сделаны на френдерке и соответственно чтобы мне это было как-то обрабатывать внутри мне пришлось писать прослойку которая перегоняет это туда и обратно я попробовал собственно говоря потому что времени было мало я попробовал чтобы не было времени переписывать на нормальную прослойку ну и собственно что ну копили включить включение я добиваюсь то есть более-менее корректных команд я от текстов добиваюсь когда дело доходит до подсчета то как хэш всякие байт в операции он начинает работать это либо нужно писать на чистом c++ либо это глобальный просчет поскольку я вчера тоже замечал что у нас есть классы которые понимают значение в том что вопрос вопрос ну так же кстати еще и такой момент то что вообще система она очень плохо заточена на какие-то ошибки программистов поскольку допустим есть когда вы работаете с байт буфер да если вы допустим есть команда там клип который возвращает просвет указательное начало естественно если вы где-то это забыли сделать у вас ничего не получится вы ни о чем об этом не скажете так же то есть если вот причем вчера была ошибка то есть если вы где-то то есть система листнеров если где-то листнеров додавился система не способна оценивать то что его не существует то есть нету никаких шарфоридов ничего она просто упадет если все и скажет что я сама где-то там сюда внутри в ядре там в ядре ну в ядре смысле это сам ну такая на мысле спасибо 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 это программа то есть люди которые для которых информация это деньги большие деньги и которые не готовы передавать информацию с открытым каналом не зашифрованы попробуйте далее это сотрудники компании в которых введен режим коммерческих тайнер в чем плюс этого сегмента в том что этот договор сразу может идти с компанией и соответственно получает сразу достаточно большое количество денег за целую компанию и в конце концов это тоже просто влюбленные парочки и люди которым очень интересная эта тема может попробовать ты их просто работай может итак чем же отличается эта программа от других во первых это простота использования мы выдержали минимально минимально сложный интерфейс для того чтобы люди незнакомые со стенографией и криптографией могли спокойно работать с программой то есть тут нет в отличие от большинства стенографических программ на основном режиме еще что-то все это совершенно просто и эффективно понятно да и универистичный дизайн конечно в чем плюс сигнографии она дает вскрытие самого факта передачи данных секретов соответственно крепостойки алгоритм аэс также вы можете видеть это шифрование используем принцип по которому на каждом шагу пользователь вводит только одну форму то есть одно поле в форме далее нажали например шифровать исходный текст вводим он шифруется и получается шифрованный текст также есть функция отправить на email есть возможность как отправить на email вот этот исходный текст просто сам так и возможность его скрыть в изображении в изображении и отправить его на email вот пришедший email например без изображения сейчас просто с текстом итак как же работает стенография в моем примере изображение это матрица пикселов это легко увидеть если увеличить его участок возьмем один пиксель у него есть 30W компонентов F, G, B представим в двоичном виде предположим нам необходимо передать сообщение 0, 1, 1 заменим последние биты каждый цветовой компонент на биты сообщения и получим итоговые биты вы думаю не заметили но в красном квадратике зеленый изменил свой цвет немного то есть такие изменения практически незаметны для человека вот пример это исходное изображение и изображение со встроенным сообщением состав команды месс радиофака социумка Вячеслав и монаха спасибо за внимание и социумом в целом положении да конечно а в а пока может но просто так часа не в отделе снижение потому что очень многие жалуются на то что они вводят пароль то есть я понимаю что это минус с точки зрения безопасности да нашей задачей обеспечить им просто то есть все равно если будет серьезный атакующий государство допустим все равно скорее всего если надо им устроить а если атакующий не слишком лучше серьезный тогда АЕС это не наша реализация АЕС это взято на джанскрипте а все таки скорость работы этого АЕС на джанскрипте можно посмотреть сейчас вопрос такой смотри я пользователь я предположим 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 предприниматель значит для меня биты и байты это что такое очень непонятные непонятные согласен и ты мне говоришь одна восьмая мне без разницы я ничего не понимаю картинка и картинка значит тебе задача зашифровать а спрятать я пишу текст он там 30 килобайт расскажу там текстовый файл ну если я подприниматель я хочу передаваться информацией это значит это не два слова это значит либо какой-то документ текстовый еще что такое договор подписан договор текст договор спокойно значит это ну порядка там 100 килобайт да значит дальше значит я выбираю там гелл это все да выбираю выбрать картинку и ты говоришь выбирайте картинку которая у вас есть и выбираю любую картинку там я там иконка подожди иконка которая там весит десять килобайт там сейчас на сервере выбирается из вариантов по-моему подрядок или из вариантов я не помню это но там достаточно большая картинка и у него нет смысла много дискутировать максимум потом может достичь 3 бита на пиксель без серьезной потери а можно писать если 2 бита замените то уже очень заметно нет 1 бит теоретически максимум нет да но дальше все реально зависит очень сильно от опять же в качестве цветов а точную больше в любом понятном размер блока в алгоритме который способствует алгоритм это же симметричный алгоритм да, симметричный и размер блока 250, что не знаем я думаю, что на 8х6 и с джавасской сейчас я остальное пароль нулями забивает нет, он там прогоняет через сорвую массу а получается полностью но пароль сам вселухи пароль сам вселухи пароль сам вселухи да, там сейчас если пользователь ведет 12345678 это не криптостойкий пароль согласен но мы не стали ограничивать его в криптостойке пароля без выдох сам пароль наступает ключом конечно пароль это симметричный ключ он дошифрует один обычный пароль он только выделяется не от стартера нет пароль пароль это блочки символ а ключ получается там он блочный если он 256 ключ по любому 256 а вот способы генерации ключа полностью я его спрашиваю у тебя нулями забивается или каким-то там алгоритмом из них получается там 20 единичек это 26 единичек это 26 единичек мы же нулями там хотя бы разная цифра была то есть вот этот интересный выводим пароль то есть исправленно пароль открывается дальше шифровать или расшифровать выводим текст сообщения давайте нормально никто из вас не сидит никто не должен нехорошо дальше будем шифровать и вот полученный шифровный текст можно сейчас проверить правильно шифровать то есть пароль тот же шифровый но на самом деле очень хороший вопрос поменять можно зашифровывать вот засыпать сообщение да сохранить текст вот который зашифрованный да поменять одну букву и еще раз посмотреть на текст который получился там больше 64 ты не заметишь что? там больше 64 ты не заметишь что замечу? ну в общем да все совсем другое ну а картины то есть таких вот явных багов в этом а с картинками у вас на каком стадии с картинками с картинками как раз сейчас покажу какой стадии дошел то есть их можно зашифровывать но чтоб зашифровать сейчас надо просто где-то запрос к серверу отправлять и он выдает можно писать крепко и зашифровывать у меня не дай мне шифроваться и в следующем случае уже отправить на 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 и вот шипler сообщил ст в в и в и начальники после фокусы я видел есть линии в сфере проблему в сфере в сфере в сфере все таки по предварительности в сфере в сфере сообщение того что там Это на компе? Это на компе, да, это 30 байт. 30 байт, эмулятор, 300 килобайт. То есть сейчас на компе исходит от веб-воркера, это когда можно запретить несколько процессов, поделить, распараллелить. Ну, коллеги, я думаю, на это время нет смысла сейчас. Слишком много ответ тут. Я думаю, что надо изучать, если это серьезно делать, то это надо со мной оптимизировать. То есть, если кому-то надо шифровать данные, тогда, я думаю, он сумерится с тем, что придется дождать 20 секунд. А на самом деле, почему? То, что лог на JavaScript 1 был, потом будет источник. То, когда можно легко запретить JavaScript. В чем минус? JavaScript берется сейчас месяц в интернете, то есть в интернете просто... Да, менеджменты нельзя. В чем плюс именно шифрование на JavaScript, а не на сервере? Тем, что если сервер мы сделаем, например, один, и установим к нему сертификат, допустим. Естественно, если мы шифруем на сервере, то надо, чтобы для сервера никто не прихватил. И, соответственно, если мы берем сертификат на сервер, мы должны еще обеспечивать этот сервер защиты от VDoS-атак и прочего. То есть, когда мы извиним и становимся. Коллеги? Мы не будем становимся, если у нас на телефоне еще не стоит. Если у нас что-то есть на телефоне, под что-либо. Ну, ладно, это на самом деле дискуссия какой-то. Коллеги, давайте поставить вопрос и... Если мы всем даем открытую информацию под открытым каналом. У меня, на самом деле, не совсем вопрос, больше предложений. Вот, например, отправить файл в ВМП, то есть, надо потом какой-то файл выбирать, что-то это действие. Нельзя сделать просто что-либо? Жанкаешь, он тебе камеру включает, ты просто фоткаешь, как будто бы фотографию отправил такой. Классное предложение, да, согласен. Да, классное предложение. Я тебе не всегда использовал, чтобы вас пользуются. Я думаю, давайте выбираем нашу... Спасибо! Спасибо! Ну, можно и... Вдруг кто-то еще запустил. Итак, мы можем... Не картинка? Не картинка? Да, я буду. Номер телефона. Да, покажи. Вот картинка. Итак, переходим к следующему проекту. Следующему проекту. Это проект QMPC. И, соответственно, Петр, Денис, Сергей. Пожалуйста. Я не свадю. Я не свадю. Я не свадю. Выходите, выходите. Если нет. Так, вы сервер-то несете? Нет? Нет. Нет. Жаль. Здравствуйте, господа. У нас была задача на Хакатон. Это сделать проигрыватель при помощи управления с телефоном. То есть, мы на телефоне выбираем музыку, которую мы хотим, чтобы сервер нас дома проиграл. В чем интересен плюс этого приложения? Ну, что мы, по сути, на телефоне имеем пульт управления сервером. И дальше, в общем-то, все в наших руках. Запустим быстрее, хотим медленнее. Что у нас получилось сделать? Получилось сделать это заработать веб-эпэнтерфейс. Сейчас я его даже покажу. Я нашли мэпэнтерфейс. Ну, нормально, веб-эпэнтерфейс это. Правильно. С точки зрения стайзена это правильно. Вот такой вот интерфейс, на котором ничего не... Такой интерфейс. Сейчас, во, оставь. Во, во, оставь. Не шевесь. Не шевесь ты. Не дышите теперь. Ну, блин. Ну, вот смотрите. Здесь мы вводим хост. То есть тот хост, на который мы хотим коннектироваться. На котором запущен демон. На котором мы, собственно говоря, управляем. Отправляем ему команду. Там, play, stop, pause, следующий, предыдущий. Дальше, собственно говоря... Дальше, собственно говоря, это порт, про который мы коннектируемся к серверу. И пароль. Пароль мы вводим, допустим, там, не знаю, что-нибудь. В общем, в классической системе... Шифруется он следующим образом, что, в общем-то, выводятся звездочки, но при нажатии на клавишу мы видим, какую клавишу мы нажали. Дальше, великолепно. Когда все у нас хорошо, мы нажимаем, что это... All correct. Окей, в классике. И мы получаем вот такой вот... Да, вот нормальный вид. Так. Во, во, класс. Мы видим, в общем-то, сверху логотип приложения. Дальше мы видим то, что у нас проигрывается. Дальше мы видим, на какой стадии находится проигрывание. Мы можем двигать, допустим, куда-нибудь и проигрывать, ну, и проигрывать, по сути... Громкость регулируется. Громкость регулируется при помощи клавиш на, собственно говоря, телефоне. Потому что перегружать в интерфейс мы не решили. Во-первых. Во-вторых, приложение удобно тем, что его вид очень сильно похож на приложение сансунговское, по умолчанию, которое идет для распорядки. По сути, мы имеем одно из двух. Ну, собственно говоря, с лёгкой частью... Все полюбовались? В общем-то, закончено. Дальше, собственно говоря, у нас две части... Ну, у нас гибридное приложение. То есть, это лёгкая часть, которая имеет шанс сейчас видеться зреть, и нативная часть, про которую расскажет Денис. В общем-то, что я хотел бы рассказать про нативную часть. Библиотека для работы с МВД. Мы взяли уже имеющиеся в них сайты. То есть, это клиентская библиотека, так называемая. И, соответственно, библиотеку мы собрали под Тайзен, под операционную систему. То есть, библиотека собирается. И после этого мы начали делать над ней обёртку. То есть, некоторую логику, которая позволяет общаться с её частью. И, собственно, на этом этапе мы как раз столкнулись проблемы, которые мы не смогли решить. Значит, что такое? Самая главная проблема, пожалуй, состоит в том, что... Опять же, то, что уже упоминалось, это преобразование строк. То есть, Тайзен работает с или под строками, а библиотека работает со строками ВАСКИ, если не ошибаюсь, или УТФ-8. Соответственно, с ней, не под строками. Значит, с какой, в общем-то, проблемой мы столкнулись? Я пока даже не понимаю, почему, но если мы вводим какой-то ФОСТ, там, 20-188, 1-5, ЧУ, например. Данный ФОСТ при использовании стандартного УТФ-энкодинга выдаёт почему-то пустой результат. То есть, они не декодируются. То есть, на самом деле, вот это то, что, наверное, больше всего проблем вызывает. То есть, преобразование тудировок делать очень сложно. Оно довольно часто бывает нужно. А плюс, опять же, не удалось как следует скрестить веб-часть с нативной частью, потому что непонятно, какие типы данных приходят от веб-части с нативной. То есть, это вторая проблема, с которой мы столкнулись. К нам приходит вот этот map, мы из него берём объект, и мы не знаем, как он кид. То есть, мы ожидали, что это integer. Преобразовываем к integer приложение падает. Может, там Ян что-то берёт? Может, это же JSON-ская структура? Какой клиент уже ракута и его организация? Ну, есть примеры взяли. То есть, там уже берётся как... В примере, например, передаётся comment, и он преобразовывается в указатель на строк. То есть, со строками у нас это сработало. Когда мы пытаемся передать integer... Всё сериализуется в строке. Вообще, всё сериализуется? Всё сериализуется в строке. То есть, даже числые... Ну, конечно. В случае мы со шпорта всегда помним. В структуре это тоже в строке. Ну, что ж, тогда и так зайдём итоги по поводу того, что мы сделали, по поводу того, что получилось, что не получилось. У нас получился разработать интерфейс, который красивый, понятный, удобный. В общем-то, минимум кнопок, соответственно, пользователю не надо думать о том, чтобы нажать, чтобы куда-то там перейти. Всё тривиально, понятно, просто и приятно. Раз. Во-вторых, в общем-то, вот картинка, которую мы видим в самом начале, логотип приложения, это планируется в дальнейшем информацию, ну, выводить туда графическую информацию об альбоме, допустим, о группе. Дальше мы планируем в дальнейшем сделать интеграцию с интернетом, в плане того, что у нас есть музыка, и пользователь, допустим, хочет получить информацию об этой музыке. То есть, будет запрос в интернет, и оттуда будет приходить то, кто исполняет, что исполняет. Ну, дата исполнения, допустим, логотип этого трека, если он есть. Дальше мы хотим сделать следующее, что вот, допустим, человек с телефоном сидит дома, великолепно, у него там, ну, он сидит прямо на колонках, у него всё супер, всё играет. Дальше вот он взял и ушёл на кухню. В общем, ну, будем считать, что квартира 5-комнатная, и на кухне не слышно то, что он включил у себя спальню. Тогда, соответственно, в общем-то, это опять-таки по выбору пользователя, чтобы он мог переключить, допустим, проигрывание с колонок, но тот же трек запустить у себя на телефоне. Соответственно, у нас что имеем? Имеем синхронизацию треков на телефоне и на сервере, на котором крутится демон. То есть, по сути, это штука, что нам позволяет делать. Что мы, во-первых, храним на сервере всю музыку, которую мы слушаем. То есть там все те терабайты музыки, которые мы хотим. На телефоне у нас что? На телефоне у нас либо наиболее часто прослушиваемые музыки, либо пользователь сам выбирает какую музыку он хочет хранить на телефоне. Это раз. Во-вторых, если пользователь, допустим, прослушает какой-то трек на акустической системе, и, соответственно, в телефон этот трек уже загружается, чтобы если вдруг он ходит по квартире и получается прорывание связи, тогда, соответственно, в телефоне этот трек тоже был. Ну, в общем, это и все, наверное. Ну, понятно. А у вас сейчас вообще там список серверов можно какой-нибудь делать, нет? То есть, или только тот, который ввели, он не запоминается? Что потом как выбрать? Вот у меня, например, два сервера есть с медиа-данными. Я хочу иногда один, иногда два. В первой версии планирую, чтобы он будет просто запоминаться, и через меню можно его сменить. Как вариант можно делать список сохраненных? То есть это возможно? Еще вопросы? Не вопрос, скорее, предложение. Вместо конкурса, ну, как бы, на меню, где у вас контроль для управления воспроизведением, ну, вот вы говорили, что вы там будете показывать, ну, в будущем, информацию о группе, фотку… Сейчас, секунду, еще раз, чтобы не глядело сложное. Чтобы у меня хватает большой копейки. Да, такой DRM и динамик. Да. Очень большой. Вот. Может, имеет смысл, как бы, сделать, допустим, как в том же Winamp, какую-то визуализацию, что-то заводкнуть, чтобы, ну, дополнительно пользователю был фидбэк, что он видит, ну, то есть, я не знаю, это совместимо с протоколом или нет, но мне, как пользователю, это было бы полезнее, что вот я вижу, что там что-то задвигло, и, значит, идет воспроизведение. Ну, ты же еще слышал. Таймер работает. Да, как слышал, так сдвигается вот эта угроза. Суализацию сделать на полу. По той причине, что сервер ее не поддерживает, а придется, там, на клиент, стремить аудиторию делать на клиенте. То есть, и для этого можно... Проще просто сделать картинку об альбоме. На самом деле, для просто можно делать отдельный контур, который будет показывать текущее состояние. Если производится, остановлен. Да, пожалуйста. Мне такой вопрос. У вас постоянно есть включение сервера? Да, у нас есть телефон с сервера находится в одной соседине. На самом деле, у нас сейчас два варианта есть. Это когда клиент имеет постоянное подключение, то есть, если мы нажали на наш логин, подключение установилось, ну, и пока мы не закрыли приложение, оно отсюда. И второй вариант, это который мы тоже пытались обнудить. Не знаю просто, какой лучше из них. Это когда у вас вы нажимаете на кнопку, у вас установлено соединение, команда передается или не накрывается. Такой вариант тоже важен. А вы не думали о push? С сервера? Ну да, в основном сервер там. Чтобы не держать. Просто мобильные устройства, они же это, вторичек будет push со соединения. Поэтому сейчас push-то развивается. А, вторее кажется? Ну конечно, потому что у вас там постоянно нет, у вас церковь, если бы сказал так. Но push же, возможно, только на устройстве есть. Ну да, с устройством можно открыть. Открыл, закрыл, закрыл. Пуш? Нет, нет. Ну у нас два направления передачи данных. Туда обратно. Когда туда открыли-закрыли, соответственно, нужно протокол пропасть, чтобы он после разреза соединения считал, что клиент еще как бы в сети, какой-то таймер там влепил, или что. И с сервера обратно через push. И тогда соединения постоянно не будет, и будет рекомендовать. Возможно, у вас просто критично на скорость отрика. Да? Дело не в этом, просто реально состояние соединения изменяется каждые секунды. Потому что идет время. Вот в том числе и показывает... Да, можно хитро делать. Диаграмм заблокирован и не делать это. Когда приложение получает, например, хайтовое давление какое-то, он просто должен включаться и больше не получается состояние. В этом случае соединения нет вообще, пока пользователь снова его не включит. В этот момент надо снова откроть соединение и снова проверить состояние. если коннект, что там, в каком состоянии находится. Переходим к следующему. Следующему проекту. Это проект QMPC. И, соответственно, Петр, Денис Сергей. Пожалуйста. Я не свадю. Я не свадю. Выходи. Выходи. Если нет. Так. Вы сервер-то несете? Нет. 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 Жаль. Здравствуйте, господа. У нас была задача на Хакатон. Это сделать проигрыватель при помощи управления с телефоном. То есть мы на телефоне выбираем музыку, которую мы хотим, чтобы сервер нас дома проиграл. В чем интересен плюс этого приложения? Ну, что мы, по сути, на телефоне имеем пульт управления сервером. И дальше, в общем-то, все в наших руках. Запустим быстрее, хотим медленнее. Что у нас получилось сделать? Получилось сделать это заработать веб-энтерфейс. Сейчас я его даже покажу. Наверное, что мы опять интерфейс. Ну, нормально, веб-энтерфейс это. Правильно. С точки зрения Тайзена это правильно. Вот такой вот интерфейс, на котором ничего не... Такой интерфейс. Сейчас, во, оставь. Во, во, оставь. Не шевелись. Не шевелись ты. Не дышите теперь. Ну, блин. Ну, вот смотрите. Здесь мы вводим хост. То есть тот хост, на который мы хотим коннектироваться. На котором запущен демон. На который мы, собственно говоря, управляем. Допустим, отправляем ему команду. Там, play, stop, pause, следующий, предыдущий. Дальше, собственно говоря... Все? Больше сверей еще нет. Дальше, собственно говоря, это порт, на который мы коннектируем сервер. И пароль. Пароль мы вводим, допустим, там, не знаю, что-нибудь. В общем, в классической системе... Шифруется он следующим образом, что, в общем-то, выводятся звездочки, но при нажатии на клавиши мы видим, какой клавиши мы нажали. Дальше великолепно. Когда все у нас хорошо, мы нажимаем, что это... All correct. Окей, в классике. И мы получаем вот такой вот... Да, нормальный вид. Так. Мы видим, в общем-то, сверху логотип приложения. Дальше мы видим то, что у нас проигрывается. Дальше мы видим, ну, на какой стадии находится проигрывание. Мы можем двигать, допустим, куда-нибудь. И проигрывать, ну, и проигрывать, по сути... От громкости регулируется. Громкость регулируется при помощи клавиш на, собственно говоря, телефоне. Потому что перегружать этот фейс мы не решили. Во-первых, во-вторых, приложение удобно тем, что его вид очень сильно похож на приложение самсунговское, по умолчанию, которое идет для распределения звук. И, по сути, мы имеем одно из двух. Рад. Ну, собственно говоря, с лёгкой частью... Мне все полюбовались? В общем-то, закончено. Дальше... Дальше, собственно говоря, у нас две части... Ну, у нас гибридное приложение. То есть это лёгкая часть, в которой вы имеете шанс сейчас видеться зря, и нативная часть, про которую расскажет Денис. В общем, то, что я хотел вам рассказать про нативную часть. Библиотека для работы с МТД. Мы взяли уже имеющиеся в них сайты. То есть это клиентские библиотеки, так называемые. И, соответственно, библиотеку мы собрали под Тайзен, под операционную систему. То есть библиотека собирается. И после этого мы начали делать наднеобёрку. То есть некоторую логику, которая позволяет общаться с её частью. И, собственно, на этом этапе мы как раз столкнулись проблемы, которые мы не смогли решить. Значит... Самая главная проблема, пожалуй, состоит в том, что... Опять же, то, что уже упоминалось, это преобразование строк. То есть Тайзен работает с или под строками, а библиотека работает с строками... Со строками ВАСКИ, если байс или УТФ-8. Соответственно, с ней не под строками. Значит, проблема... С какой, в общем-то, проблемой мы столкнулись? Я пока даже не понимаю, почему, но если мы уволим какой-то хост... ВАСКИ, например. Данный хост при использовании стандартного УТФ-энкодинга выдаёт почему-то пустой результат. То есть, они не декодируются. То есть, на самом деле, вот это то, что, наверное, больше всего проблем вызывает. То есть, преобразование тудировок делать очень сложно. Оно довольно часто бывает нужно. А плюс, опять же, не удалось как следует скрестить веб-часть с нативной частью, потому что непонятно, какие типы данных приходят от веб-части на нативную. То есть, это вторая проблема, с которой мы столкнулись. К нам приходит вот этот map, мы из него берём объект, и мы не знаем, как он кид. То есть, мы ожидали, что это Integer. Преобразование к Integer, приложение падает. Потому что там... Может, он же берет JSON по структуру и приходит? Какой же Integer, на какую-то его организация? Ну, есть примеры взяли. То есть, там уже берётся как... В Premiere, например, передаётся command, и он преобразовывается указатель на строках. То есть, со строками у нас это сработало? Да. Когда мы пытаемся передать Integer... Да, там всё сериализуется в строки. Вообще всё сериализуется? Всё сериализуется в строки. То есть, даже с числой из-за жилоспектуры? Ну, конечно. Нет. В случае мы со шпорта всегда помним. Ну что ж, тогда и так зайдём итоги по поводу того, что мы сделали, по поводу того, что получилось, что не получилось. У нас получился разработать интерфейс, который красивый, понятный, удобный. В общем-то, минимум кнопок, соответственно, пользователю не надо думать о том, чтобы нажать, чтобы куда-то там перейти. Всё тривиально, понятно, просто и приятно. Во-вторых, в общем-то, вот картинка, которую мы видели в самом начале, логотип приложения, это планируется в дальнейшем информацию, ну, выводить туда графическую информацию в альбоме, допустим, о группе. Дальше мы планируем в дальнейшем сделать интеграцию с интернетом, в плане того, что у нас есть музыка, и пользователь, допустим, хочет получить информацию об этой музыке. То есть, будет запрос в интернет, и оттуда будет приходить то, кто исполняет, что исполняет. Ну, дата исполнения, допустим, логотип, ну, это трек, если он есть. Дальше мы хотим сделать следующее, что вот, допустим, человек с телефоном сидит дома, великолепно, у него там, ну, сидит прямо на колонках, у него всё супер, всё играет. Дальше вот он взял и ушёл на кухню. В общем, ну, кухня, будем считать, что квартира 5-комнатная, и на кухне не слышно то, что он включил у себя спальню. Тогда, соответственно, в общем-то, это опять-таки по выбору пользователя, чтобы он мог переключить, допустим, проигрывание с колонок, но тот же трек запустить у себя на телефоне. Соответственно, у нас что имеем? Имеем синхронизацию треков на телефоне и на сервере, на котором крутится демон. То есть, по сути, это штука, что нам позволяет делать. Что мы, во-первых, храним на сервере всю музыку, которую мы слушаем. То есть, там все те терабайты музыки, которые мы хотим. На телефоне у нас что? На телефоне у нас либо наиболее часто прослушиваем мы музыки, либо пользователь сам выбирает, какую музыку он хочет хранить на телефоне. Это раз. Во-вторых, если пользователь, допустим, прослушивает какой-то трек на акустической системе, соответственно, в телефон этот трек уже загружается, чтобы если вдруг он ходит по квартире, и вдруг получается прорывание связи, тогда, соответственно, в телефоне этот трек тоже был. Ну, в общем-то и все, наверное. Ну, понятно. А у вас сейчас вообще там список серверов можно делать, нет? То есть, вот, или только тот, который ввели, он не запоминается, что потом там выбрать. Вот у меня, например, два сервера есть с медиаданными. Я хочу иногда один, иногда два. Пока это не делалось. В первой версии планируешь, чтобы он будет просто запоминаться, и через меню можно его сменить. А как вариант может делать список сохраненных? То есть, это возможно. Еще вопросы? Не вопросы, а скорее предложение. Вместо конкурса, ну, как бы, на меню, где у вас контроль для управления воспроизведением, ну, вот вы говорили, что вы там будете показывать, ну, в будущем, информацию о группе, фотку... Ну, сейчас, секунду, еще раз, чтобы не было сложно. Чтобы не хватает большой картинки. Да, такой драйонный динамик. Да. Очень большой. Вот, может, имеет смысл, как бы, сделать, допустим, как в том же Winamp, какую-то визуализацию-то заводкнуть, чтобы, ну, дополнительно пользователю был фидбэк, что он видит. Ну, то есть, я не знаю, это совместимо с протоколом или нет, но мне, как пользователю, это было бы полезнее, что вот я вижу, что там что-то задвигло, значит, идет воспроизведение. Ну, ты же еще слышал. Таймер работает. Да, как слышал, так сдвигается вот эта вот... Визуализацию сделать не получится, скорее всего, по той причине, что сервер ее не поддерживает, а придется, там, на клиент, страницах, делать на клиенте. Ну, понятно. То есть, и для этого можно... Проще просто сделать картинку об альбоме. На самом деле, для просто можно делать отдельный контур, который будет показывать текущее состояние. То есть, производится, остановлен. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. У вас постоянно есть подключение сервера? Да, у нас телефон со сервера находится ловная сеть. На самом деле, у нас сейчас два варианта есть. Это когда клиент имеет постоянное подключение, то есть, если мы нажали на логин, подключение установилось, ну, и пока мы не закрыли приложение, оно активно. И второй вариант, который мы тоже пытались обдумывать, не знаю просто какой лучший из них, это когда у вас нажимаете на кнопку, у вас устанавливается соединение, команда передается или не накрывается. Такой вариант тоже один. А вы не думали о push? С сервера? Ну, да, с наук сервера там. Чтобы не держать. Просто мобильные устройства, они же, это, вторичек будет push-то соединение. Поэтому сейчас push-то развивается. Да. Вторея, кажется. Ну, конечно, потому что у вас нет, у вас цель называется, что я сказал. Ну, push же, возможно, только на устройстве есть. Ну, да, с устройством можно быстренько открыть. Открыл, закрыл, закрыл. Пуш. Нет, нет, как-то, нет. Ну, у нас два направления передачи данных. Туда обратно. Когда туда открыли-закрыли, соответственно, нужно протокол пропасть, чтобы после разреза соединения считалось, что клиент еще как бы в сети, какой-то таймер там влепил, и с сервера обратно через push. И тогда соединений постоянно не будет, и будет рекомендовать. Возможно, у вас просто критично на скорость отрика. Да? Конечно. Дело не в этом. Просто реальное состояние воспроизведения изменяется каждую секунду. Потому что идет время. Вот в том числе и показывает, что редкий будет время. Да, можно хитро сделать. Диаграмм заплотирован и не делать это. Когда приложение получает, например, рахайтовое давление какое-то, оно просто будет включаться и больше не получается состояние. В этом случае соединений нет вообще, пока пользователь снова его не включит. В этот момент оно снова откроет соединение и снова проверит состояние. Если connect, что там, в каком состоянии находится и так далее. А пока оно активно и находится на экране, то есть оно каждую секунду получает стейт от сервера. Делает на самом деле запрос на стейт, получает стейт и обновляет включение. Обновляет, собственно, где строительный находится на культе соединения. Особенно, когда мозг правильно. Ну да. Ну, не, ну понятно там, да, то есть, направление движения понятно. Кстати, идея с кэшами, она правильно, по-моему. Да, идея с кэшами, она всегда правильная. Я думаю, поздравим команду с завершением. И Сергей, до команды. Так, переходим к следующему проекту. Это Дмитрий, проект Асана Клайн. Добрый день, я Дмитрий. И мой проект на данный момент, который не провалился. Райд Рест со вчерашней презентации фактически отпускает. И, в итоге, реализовано не больше 15% от изначально запранированного проблемы. Основными причинами являются следующие. Во-первых, это вдохновение ошибок при динамичном формировании пользовательского интерфейса Tizen WebUI. Во-вторых, это неправильная архитектура мобильного приложения. И, в-третьих, банальная ошибка памяти. Ну, это всё. Благодарю за мной. Вопрос, да. А вот неправильная архитектура приложения твоя, это твой косяк или это неправильная химопрость? То есть, в связи с твоими косяками, по-моему, всё. За всех твоих задачах. Вторая и третья исключительно мои. Насчёт первой я бы сказал, что это совместер с разработчиками Tizen WebUI. Ну, допустим, при динамическом формировании списка возникает ошибка на новой странице. Ошибка состоит в том, что приложение не может ввести GQ. и только их помочь. Не, там похоже просто сообщение, как лево вылезало. По-моему, там ошибка-то ровно в том, что, вот когда мы пытались сформировать уже список, да, эта страница ещё не успевала целиком в дом загрузиться. То есть, там при смене страниц, при отправке команды на изменить страниц, даже в дом начинают загружаться, вот требуется некоторое время. Вроде победили тоже. Да. Ну, вот, а победили как? Просто отследили события, когда страница поинициализировалась, и после этого уже начали список. То есть, ну, в принципе, вроде как логично, но там, да, там до этого надо догадаться. А вот у меня вопрос такой вот, как бы, консольное, то, что ты вчера показывал, оно уже работает? Работает. Целиком работает? Ну, в целом, да. Ну, а почему тогда 15%-то, мне кажется, это вот одна из самых важных частей? Нет, основная, это всё-таки интерфейс. Ну, может быть. А интерфейс-то вообще показывать никак? Не кажется. Ну, на самом деле, я боюсь, что зря здесь Дмитрий переживает почему-то. Ну, это решит Дмитрий. В общем, он решил не показывать. Хотя, по крайней мере, тот, который был виден, по-моему, всё не настолько плохо. Ну, то есть, да, то есть, ну, моё мнение, что не настолько плохо, да. По-моему, зря. В любом случае, есть вопросы ещё? По-моему. Наверное, один вопрос у меня планируешь ли доделать это? Понял. Ну, это правильный ответ. Поздравляем, поскольку, я считаю, что... так, переходим к следующему проекту. Это проект Ярослава с умным органайтером. Ярослав, что нужно? Ага, Сарович, смысл, в чём это? Сначала, как бы, у вас, как бы, уже аклюсы к работе приложениями. А, да. Первый плюс то, что удалось по синхронизации вынести все события в обычный календарь. То есть, вот так и сейчас. Давайте попробуем. Вот. Процесс засыпания, медленность, он быстрый. Мы там до момента, пока не выключил этот режим. То есть, процесс засыпания. То есть, это реально то, что сегодня ночью вы снимались? Да. Есть один минус, потому что не могу показать, как он синхронизируется, потому что автоматически после синхронизации стирается. Я могу только показать то, что он, реально, так сказать, опознаётся. Но это проще. Ближе ко всем. Тут просто это, на некоторое время загорается индикатор. Сейчас запущу только. Вот он. Вот, можете посмотреть. Индикатор загорится. Тут, как бы, здесь тоже засвечивается яйцо. Вот видите, как бы, плохо видно. Это засыпание. Как бы, так, я вот поставь. это название, что происходит. Засыпание, медленный сон, быстрый сон. Вот он больше. Начало, как бы, во сколько началась эта стадия. Сергей, там, вот и часы. И вот красным, отлично, где-то. Когда закончилась стадия. Я добавил ещё, как бы, ну, вернее, я использовал стандартный интерфейс. Примерно. То есть, там ещё две кнопочки были. Edit и Delay, да? Да. Я их поставил, потому что посчитал то, что это, это, как шоу. Я даже функциональность, например, не менял. Я, к сожалению, не успел это сделать. Кнопка синхронизации, она, как бы, когда нет на планшете данных, это, то, ничего вы не увидите. Если есть данные на планшете, ой, не на планшете, на браслете, то появляется, это, тут, полоса прокрутки. Я убрал функцию, как бы, самостоятельного добавления этих данных, потому что в данном приложении она совершенно не нужна. А самостоятельное добавление данных, это в смысле? Ну, в смысле... Вручную вбивать какие-то данные. Я это убрал. Смысл в том, что я сказал, как бы, изменение и удаление, потому что если захочется что-нибудь добавить вручную, как бы, к описанию, то это изменить и удалить, если вдруг ну, событие, как бы, не нужно, а требуется проанализировать, к примеру, это время, когда... Я изначально планировал типографика сделать, но у меня куча ошибок возникло. ошибок... То есть, как графики хотел делать? Ну, я хотел, это, такими столбцами. А, нет, нет, сам рисовать или библиотека? Нет, сам рисовать. Вопросы? Как происходит передача данных? Я не представляю, как есть как бы стандартная гиблиотека, вернее, стандартная API для производителя, но она не подходит так как это, как что, Ruby или как его там еще называют, то я не нашел, что поддерживать. В общем, на тазирование пока не работает. Да, поэтому пришлось использовать неофициальную, там неполную функциональность используется, но она на основе Node . Node.js, понятно. И вот при подсоединении как бы это, и что? В общем, JavaScript обрабатывает этот аналоговый сигнал и дает уже данные. Да, он работает с аудио API. Да, Да, то есть, сам сигнал, он откуда, каким образом получается? То есть, ну, для получения сигнала там какие API используются? API сейчас покажу сказать быстрее. ну, то есть, Node.js он целиком получает и сигнал там с какого-то источника? Да, это как бы файл для использования Node.js неофициально они есть в интернете и отсылку на GitHub. То есть, тот же самый скрипт он запустился в тазинге? Да. ага. авторы силов последовательности пауз, стартов. Я, если честно, вчера убил 6 часов на то, что вообще доставили синхронизироваться. Ну, это главная как бы была проблема. Вторая проблема то, что если как бы во время во время синхронизации вытащили браслет то он еще несколько раз отказывался вообще синхронизироваться. Ну, там недоработали эти обработку ошибок. Браслет называется Jaobon Jaobon App. Я могу сказать. Нет. Вы планируете до работы этой недоработки? Естественно, оно как бы еще можно сказать из-за планированного даже наполовину не работает. Я планирую еще как дневную часть. Я подумал, то, что стоит если получится добавить это считывание как шагомера и естественно дневную часть которую я рассказывал на представлении это изменение звук громкости там звука это отслеживание и ну, как бы вот это вот все и рекомендации чтобы продолжать это если то я не верно я когда сказал что у вас мы просили какие-нибудь диаграммы которые вы планируете Я хотел это сделать, но у меня не получилось из-за ошибок. В будущем плане? Ну да. Я могу... Ну, пока я не доработаю, я не собираюсь. Это никуда откладывается, там у девочки. Надо переспедалить установочный файл. Я думаю, коллегам-то могли бы помочь. Мне, к сожалению, сейчас с собой уезжать нет, но я... Хорошо, пожалуйста. Не можно вопросов? А вот с проектом Кирилл, нельзя каких-то интегрироваться? Не хочется? В будущем возможно, но... Мне кажется, сначала, наверное... Давайте проектом можно вместе интегрироваться. Слово не тесно получится. Ну, я не слышал это. Не слышал правильно? Нет, я опоздал просто. Ну, вот этот человек, он, кстати, сделал что-то тоже очень похожее на ваше. Только у него он вручную всё это вводит, а ты, в принципе, берёшь что-то автоматизировано. Ну, это ещё и другое устройство. Там-то вводится давление. Ну, там пульс хотя бы можно брать. Позвольте какие-то ещё связи. Хорошо. Ещё вопросы? Поздравляю, Ира, с отличной работой. И переходим к нашей очередной презентации. Это комплект с MightyGraw. Да, вот. Вот он я и вот он моё приложение. Собственно, за время покатона мне большими усилиями удалось сделать некоторый прототип. К сожалению, он, конечно, не включает заявленную функциональность, но я полно сил продолжать разработку. Вот. И начать я хотел бы с демонстрации. Вот. Вот. Я никогда не показывал. Так. Так. Отлично. У вас чёрная или белая? У меня белая. Вот тогда лучше подоставить цвет. Вот. Тут не видно, конечно, рекомендационную кнопку, которую я нарисовал по своему приложению. Сейчас это парабола. В будущих версиях планируется, соответственно, повышать спектр. Ленома. В этом что-то есть. Вот. Собственно, по входу в приложение мы сразу попадаем в режим ввода параметров кривой, который мы хотим построить. Сейчас это приложение, в принципе, реализует один use case. Это данные задаются тэпом по экрану, обрабатываются какие точки были нажаты. И, собственно, строится по ним графика. Вот. Собственно, мы можем указать имя кривой. И также для вот этого тэпингового способа требуется указать минимальный и максимальный аргумент и, собственно, значение функции. Чтобы правильно рассчиталось короче. Давайте как-нибудь ее удалем. По стандарту здесь по умолчанию стоят нуля за сотен, например. Ну и внизу имеется кнопка set data, которая нас перебрасывает на второй экран. Второй экран. Это, собственно, такой вот экран, большая координатная сетка, на которой мы, собственно, и указываем точки в нашем приложении. Осип пока подписан только по максимальному и минимальному значению, но можно увидеть эти черные точки. Там, на самом деле, написано 0,100. Вот. Далее я планирую, ну, как-то немного более удобно сделать форму, потому что на это сейчас достаточно тяжело точно поставить. Ну вот мы, например, можем какую-нибудь параболу, в принципе, можем выдать. Так. Узнаем. Отличная настройка, которую прошу видно. Вот. Крим. Полосится. Вот. Собственно. Вот. Такую вот ее сделаем. Ну и жмем кнопку подтвердить. Сейчас у вас. Вот такая кривая. Вот. Вот. Значит, собственно, вот эта вся демонстрация. А теперь поговорим о минусах. Возникли? У меня возникли большие проблемы. В принципе, эти проблемы съели большую часть времени. Это нежелание работать выбранного мной графического преймворка с jQuery Mobile. Поэтому, собственно, вот этот вот последний самый график, он не хотел отображаться очень долго. И благодаря помощи обоих Кириллов, за что им огромное спасибо, удалось хотя бы выводить график. В принципе, вот это съело большую часть времени. На обсуждениях мы как бы вообще составили концепцию, чтобы вот последний график, он выводился все-таки не так тупо как бы соединяя линии, ну просто фактически точки соединяя линии, а все-таки чтобы это была некоторая аппроксимация. Собственно, это следующее, что я хочу добавить в приложение буквально на днях. Собственно, немного расстроен, потому что много провозились именно с фактически простой вещью построить график, а он не выводился. Но ничего, зато сейчас в некоторой степени эта проблема побеждена и можно заниматься уже такими математическими вещами. Кроме того, планируется еще один режим, как мне подсказал Ренат, считывать данные с файлов. Ну, собственно, это, наверное, следующее за аппроксимацией, что будет сделано. А так вообще, в принципе, идей много, развивать этот проект можно. Собственно, у меня теперь есть проект, которым я могу заниматься в свободное время, это очень замечательно. А также я получил просто очень хороший опыт разработки на Tizen. Мне очень понравилось, когда особенно я первый раз увидел свое приложение на телефоне. Это такое, что-то уже есть, что-то работает. Ну, собственно, если у вас есть вопросы, вы можете спрашивать. Пожалуйста. Я просто упустил. А чем ты рисуешь? Какой библиотический? Я выбрал jqplot. Соответственно, она не работает нормально с jqplot. Ну, в общем, да, тут интересный момент. Есть jqplot, которая плагин для jqplot для рисования графика. Есть jqplot, которая расширение для jqplot для создания интерфейсов. И они конфликтуют jqplot и jqplot, как выяснилось. И это выяснилось там, в том числе, на Stack Overflow. Было описание такой проблемы. Странно, но факт. Причем, выложенные решения работают не совсем корректно. В частности, из-за этого не удалось реализовать. У меня вот на последнем экране была такая кнопка Draw one more graphic. Вот этот use case, он отрабатывает не полностью. То есть, заново вбить данные получается, а вот график, который в конце, он не хочет обновляться. Потому что там снова нужно как-то добавить немного магии, чтобы он работал. И это не хватило просто времени. Собственно, вот. Также есть еще библиотека, на которую я смотрел. Это float. Но у него, по-моему, я просто боковым зрением увидел тоже комментарии что-то с jquery mobile. Может, мне уже привиделось. Собственно, я, возможно, еще поменяю фреймворк для обработки графики. На более какой-то подходящий для jquery. Собственно, вот. Хорошо. Еще вопросы в комментарии. Спасибо. Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Собственно, с сожалению, два остальных проекта у нас, похоже, попадают под дисквалификацию. Не знаю, что случилось с Евгением. Никаких новостей от него вообще не слышал. Это проект УКУП, вы помните, игрушка. И Светлана со словариком, она сегодня звонила, у себя не заболела. Так что эти два проекта у нас выпадают из рассмотрения. Сейчас по регламенту у нас обсуждение внутри жюри, а для всех остальных кофе-брейк, возможно, пока.